Здравствуйте, друзья мои! С вами Шамов Дмитрий. Когда я только приехал в Японию, я очень сильно удивлялся, как это японцы умудряются узнать точное время расписания поездов, сколько они будут стоить, как куда надо переходить. И они пользовались какой-то программой на мобильный телефон. И уже позже я узнал, что это за программа, которую я хочу сейчас вам показать, представить и показать, как ей пользоваться. Вот такая вот она красненькая, называется Норикая Аннай. Ее можно скачать в Apple Store, либо на Android. Это не проблема. Вот так вот выглядит программа. Чтобы ей пользоваться, вам нужно задать начальную и конечную точку назначения. Вот, например, я когда только приехал в Японию, мне надо было доехать от станции Токио до станции Токеданабаба. Я не понимал, как это сделать, поэтому я спросил у человека на станции у японца, и он мне показал, как это сделать. Вот давайте сделаем то же самое. Здесь введем Токио. Нажимаем ОК. Можно, кстати, вводить также по-английски, если вы не можете. По-японски можно использовать... Так вот, например, давайте попробуем английский. Здесь стираем. Та-ка-да... Та-ка-да-но-баба. Вот она появляется здесь, видите? Можно и так набирать. Далее, можно эти станции между собой поменять, то есть в обратном порядке сделать. Либо вот нажать вот здесь вот такую вот кнопочку и добавить промежуточную станцию. Например, вы едете со станции Токио до Оэна, а с Оэна уже едете на Тагаданабабу. И тогда можете рассчитать маршрут, сколько это будет стоить. Но нам сейчас это не нужно. А, вот можно даже добавить несколько. Далее, вы определяете время, в которое вы подойдете на станцию, чтобы найти самый ближайший поезд к этому времени. Например, сегодня в 2 часа, например, в 19 минут сделаем. Либо можно ничего не менять. Оставить время, которое есть сейчас. Он смотрит по времени на телефоне. Далее, вверху есть несколько кнопочек. Здесь вы можете выбрать время, в которое вы хотите. отправиться. Либо время, в которое вы хотите приехать. Например, вас интересуют маршруты, вы хотите быть там, например, в 3 часа на какой-то станции. Вы указываете здесь, и вам говорят, на какой поезд надо сесть, чтобы быть ровно в 3. Здесь можно еще выбрать первые самые поезда по этому маршруту. И самый последний поезд в этот день, перед закрытием метро по этому маршруту. В Японии вообще очень развита система общественного транспорта, особенно поезда. Поэтому вы можете сесть на метро, с него пересесть на электричку, потом опять на метро. Все это между собой связано переходами. И поэтому в Японии можно сесть на какую-то станцию, на любую, ближайшую к вашему дому, и доехать вообще в любую точку Японии, что очень удобно. После того, как вы все определили, нажимайте просто кнопку «Поиск». Вот он ищет маршруты. Смотрите, от станции Токио можно доехать вот таким вот образом, перейдя пешком до вот станции другой, и там уже... «Отэмачи». И дальше «Деха до Токаданабабы». Здесь пишет время 13 минут, 8 минут, сколько идти. У меня приложение на японском языке, но насколько я знаю, что если его скачать с английского, либо русского магазина, то там он будет на английском. Само приложение, поэтому будет удобно. И вот вверху можно выбирать такие переключатели. Переключатели, видите, от 1 до 4. Вот это разные маршруты, которые вы можете для себя выбрать. Либо самый быстрый, либо самый дешевый, либо самый удобный. Например, вот я, когда только приехал в Японию, я ехал по этому маршруту со станции Токио до станции Тагаданабабы по Кольцу за 28 минут доехал. И вот здесь еще цена указана 200 йен. 28 минут, 0 пересадок, 200 йен. Поэтому вы всегда можете выбрать необходимого вам маршрута. Вот видите, здесь одна пересадка, тоже 200 йен, но зато 22 минуты. Здесь 21 минута, тоже 200 йен. Все примерно в одну сумму. Да, цена одинаковая. Но вот этот маршрут, хоть он и самый долгий по времени, но он самый удобный. Потому что вы не пересаживаетесь, вы просто едете по Кольцу. Дальше же можно вводить совершенно другие станции, искать другие пути. И еще вот есть такая вещь, что если, предположим, вы собирались сесть на поезд в 14.16, вот как здесь указано, но по какой-то причине не успели, опоздали, задержались там, либо что-то еще. Внизу есть вот такие две кнопки, видите, оранжевый, и по Майи, и по НАТО. Это вы можете выбрать предыдущий поезд, видите, 14.11. Либо можно выбрать следующий поезд, если вы опоздали. 14.21 уже он приезжает. Видите, поэтому всегда можно рассчитать удобно. А если вас интересует и предыдущий поезд, и ваш поезд, и следующий, нажимаете вот эту вот кнопку посередине, и он покажет вам все поезда, вот видите, в разное время. В 16 минут, в 21 и в 11. Можно посмотреть. Также есть вот такая вещь. Предположим, вы стоите на улице, вам надо доехать до станции так и до Набаба, но вы не понимаете, где вы находитесь, как это сделать. Есть вот такая вот кнопка, которая позволяет найти станцию, ближайшую к вашему расположению, местоположению, и уже рассчитать маршрут. Помимо этого, в приложении есть еще вот такая вот функция. Видите, здесь такой вот списательный знак в треугольнике. Это оповещение о каких-то происшествиях, опозданиях поездов на различных станциях. То есть вы можете найти здесь необходимую вам станцию и посмотреть. Ага, поезд опаздывает, например, на 2 минуты. Либо кто-то бросился под поезд, и он не поедет еще 10 минут, или что-нибудь типа того. Потому что в Японии очень чистый случай, когда кто-то бросается под поезд и сводит таким образом жизнь с концами. Но при этом все равно поезда ездят достаточно вовремя. Можно всегда удобно рассчитать время. Поэтому очень советую пользоваться таким приложением. Оно очень удобное. Я оставлю название в описании к этому видео. Также вы сможете уже по этому названию найти необходимую вам story. Возможно, это же приложение есть и на компьютере, чтобы рассчитать дома все. Поэтому вы обязательно посмотрите. Надеюсь, что видео вам понравилось, и оно помогло. Потому что если кто-то из вас поедет в Японию, сможет спокойно рассчитать. Даже если вы не понимаете, что здесь написано. Например, куда что пересаживаться. Хотя на самом деле будет у вас, скорее всего, все это на английском. Можно хотя бы посмотреть примерное время пути. 21 минута. Здесь даже не особо нужно понимать японский язык. И стоимость 200 йен. Потому что в зависимости от того места, куда вы едете, цена будет меняться. А в Японии можно проехать один и тот же путь за 200 йен, либо там за 700 йен. В зависимости от того, на какие вы сядете поезда и какие линии будете использовать. Поэтому вот такое вот предложение. Все-таки надеюсь, что вам это видео понравилось, помогло. Не забывайте подписываться на канал, если вы еще этого не сделали. Оставляйте комментарии. Ну и, конечно же, ставьте лайк. До встречи в следующих видео, друзья. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова